Вроде бы Вроде Москва день ото дня становится все более западным городом. Вот, велопрокат по всему центру. Только метро загорелось, мэр тут же подал в отставку. Но он подал в отставку не по этой причине, и к чему вот все эти открытые пространства публичные, если за выход на них можно сесть в тюрьму. Главная газета The Village Игорь Садреев специально для нас подготовил инвентаризацию. Что такое Москва-Собянинская? Игорь, вот с велосипедов и начнем. Мне они не нравятся, они тяжелые и неудобные. Ну, многие говорят, что тяжелые, но катаются же. По бульварам люди ездят, это тоже видно. И потом за первые выходные 4 штуки уже украли. 4 за выходные. А что-то нашли? По-моему, нет. Но такой велопрокат есть и в Лондоне, и в Париже, и в Нью-Йорке. Там недавно открыли, и там тоже украли, кстати сказать. И это, на самом деле, самый странный итог Собянинского первого срока. Выбирать его, как и Лужкова, будут пенсионеры. А вот пиар направлен на тех, ну, колпринты называть хипстерами. И которые на выборы не ходят. Именно. Чайное мороженое, устречный бар, пинг-понг, питанг, каворкинг, гараж Даши Жуковой, летний кинотеатр и еще длинный список слов, отсутствующих в лексиконе десантников, с которыми 20 лет ассоциировалось это место. Парк Борькова остается самым удачным проектом первого Собянинского срока. Настолько, что в субботний день на главной площади уже не протолкнуться. Пустует только один квадрат у моста. Путинский гайдпарк, где можно митинговать без спросу, открылся в начале мая и закрылся в конце, накануне и без того запрещенного гей-парада. Совсем как триумфальное при Лужкове. После ремонта в гайдпарке наверняка пройдет запланированный митинг против лифчиков, выступит народная партия ненависти, а, возможно, приедут и рассерженные жители Братеева. Типичный московский спальник зимой 2012 года стал еще одним очагом протеста. Не политического, а локального. Четверть века здесь ждали метро. При Собянине станцию наконец построили. Такими темпами, как при нем, подземка не разрасталась лет 30. Но благодарности от вызволенных из транспортного капкана жителей не последовало. Нам объявляют, что распоряжением правительства Москвы станция Братеева в знак дружбы народов, либо непонятно по каким причинам, переименована в Алма-Атинскую, что вызвало дичайшее удивление и ужас у местных жителей. Чиновники из управы, муниципальные депутаты, ветераны и воины-афганцы в лингвистический конфликт включились все. Официальное письмо и 7 тысяч подписей против издевательства над историей и географией отправили мэру. Действительно, все делается для того, возможно, для блага москвичей. Но нельзя, чтобы под этим валом скоростным, что вот наши местные, локальные какие-то интересы, что ущемлялись. Надо с людьми договариваться. Господин Собянин мой голос, лично мой голос потерял. Пока жители бастовали, рядом с метро возвели модульный храм. Что-то вроде православной франшизы. Такие при Собянине должны зазвонить в каждом районе. А вот Советский дом культуры остался нетронутым. Собянинский министр Сергей Капков сюда пока не добрался. Мы как-то вроде бы это начинали, но сейчас масса людей, которые в этом движении участвуют. Город для горожан. На самом деле на периферии есть уже группа людей, я сейчас подробно не помню, я точно знаю, что есть группа людей, которые все же своими силами пытаются как-то обустроить город. Это отлично, это то, что надо. Архитектор Олег Шапира в терминологии того же Капкова – агент изменений. Пока одни ноют, а другие пилят, эти делают. Шапира был одним из основателей института «Стрелка», где впервые встретились чиновники, которые хотят менять город, и урбанисты, которые знают, как это делать. Мы в данном случае вместе со «Стрелкой» сделали пар Горького. Все совпало, каким-то неожиданным образом все совпало. Поэтому это были с начала проекты довольно быстрые. Те, которые можно быстро осуществить, быстро показать, они были очень, как нам казалось, очень гуманистичны. Например, непосредственно нажитивы. Теперь на счету бюро «Вау-хаус» с десяток проектов по всему городу. Последний открылся в прошлую пятницу – центр документального кино на Зубовском бульваре. Как всегда в Собянинской Москве – в рекордные сроки. Когда-то еще вместе со «Стрелкой» мы вырвали такую теорию быстрых побед. Потому что если кто-то, власть сменилась, и что-то надо сделать для города, полезно, чтобы люди увидели сразу, что они интересны новой власти, что те, кто пришел сейчас руководить городом, думают о людях. Насколько может отдельное движение в отдельном городе жить в эпоху такого серьезного похолодания – увидим. Пешеходную зону в центре делали тоже в спешке. Презентовал ее личный мэр. Накануне Нового года плитку укладывали прямо на лед. А чтобы ровнее легла, сверху утрамбовывали березовой бабой. Есть инструмент для трамбовки и посадки на нужное место плитки. Грубый, скажем так, да? А есть тонкий. Ну, в данном случае вот использовали такой деревянный молот. Да, это есть такое проявление, но здесь никакого нет. Просто тяжелый, а почему деревянный, понятно, чтобы не повредить, не дай бог, поверхность плитки. К весне стало ясно, что плитку все-таки надо менять. За ЖКХ в Москве отвечает Петр Бирюков. Кажется, последний осколок Лужковской команды. Но кто еще в новое время так и будет ходить в кепке? Качество его работы, а это и дороги, дворы и те же тротуары с плиткой у горожан вызывает больше всего претензий. Но в этот раз в Столешниковом изъянов как назло не находятся. Разве плохо? Посмотрите, какая красота. Мне кажется, есть чем похвастаться. Есть чем гордиться, мы встречаемся. Нет? Великолепная, красивая, пешеходная зона. Что касается, может быть, эта щель чуть шире иных людей с детьми, с радостными светлыми лицами, потому что это приятно. А цветники, посмотрите. Посмотрите, какая красота. Эстетике уделяется значение ровно настолько, сколько предусмотрено проектно-смертной документации. Правда, оказывается, достаточно свернуть первую подворотню, и там дворник Саша, не слышавший о цене быстрых побед, ежедневно выплачивает по ним кредит. Снимай, снимай, и Собянин подражает. Чтобы его замыдурить, здесь все красиво. Собянин в подворотню не заходит, да и с дворниками, такими, как Саша, общается только на объездах. Единственном реликте Лужковской эпохи в графике мэра. В феврале официальное видео Собянин лично проверяет, как убирают снег, рассмешило весь город. Хорошо, работа идет. Снимается снега много? Много. Много, в этом году очень много. Снимал как и когда. Техники побольше стало. Техники очень много. Много легче работать. Этих дворников назовут потемкинскими. Новая спецодежда, золотое кольцо на пальце, а из кармана торчит пухлый бумажник. Гастарбайтеры? Нет, не слышали. В мэрии сперва отпирались, но потом заговорили сами дворники. Парень справа, например, с отличием закончил модиф. Успехов вам, ладно? Всего доброго. Спасибо, спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо, спасибо. Последние два года в Москве не только уборка, но и великая Собянинская стройка. Десятки новых станций метро, новые развязки, реконструкции магистралей, малое кольцо железной дороги. Елене Батуриной такие масштабы не снились. А уж такое количество подрядов в одни руки. Тем более. При новом мэре фамилии тех, кто получает миллиарды из московского бюджета, все время повторяются. Братья Ротенберги и Геннадий Тимченко – бизнесмен из ближнего круга Путина, но до прихода Собянина в Москве активно не работали. Теперь строят дороги и офисные центры, реконструируют магистрали. Андрей Бокарев и Искандер Махмудов – бывшие бизнес-партнеры главы департамента транспорта Максима Лексутова. За ними строительство метро, поставка вагонов, реконструкция малого кольца железной дороги. Дмитрий Тарасов Дмитрий Тарасов каждый день ездит на работу из Бутова. Узкая дорога упирается в Амкад, но обочина тут занята, и тысячи машин встают в часовую пробку. Что с этим делать, наверняка знает каждый житель Бутова, знают и местные чиновники. Но сделал именно он. Уставил машину встан, я отсекаю эту обочину, даже, пожалуйста, здесь только на выезде расставили, где-то 40 минут, поэтому, что-то, 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 а тогда я знаю, что-то 20 минут, 20 минут. Так он дежурил половину прошлого года. Где-нибудь в центре Дмитрия наверняка бы свинтили за одиночный пикет, а здесь полиция приезжает сказать спасибо. Спасенные водители и вовсе прозвали его Санта из Бутова. Можно было бы кричать, писать заявление, примите меры и ждать ответа, как в море погоды. А можно просто прийти, встать вот здесь и своим действием помочь людям. Бутовский Санта – тот самый средний московский житель среднего возраста и дохода. Он ждал от мэра решения главной проблемы – транспортной. Но получил вместо этого парк Горького, в который он вряд ли заходит. Правда, прописка у Санты подмосковная. И статистику Сергею Собянину он точно не испортит. Да и не собирался. Итак, 8 сентября выборы. Кроме Собянина, о них подумывают Юрий Лужков, Олег Митволь, сестра Михаила Прохорова Ирина, точно хотят баллотироваться, Алексей Навальный, арестованный Сергей Удальцов, яблочник Сергей Митрохин и музыкант Паук, без которого вообще не обходится ни одна избирательная кампания. Мы дали каждому из них по одной минуте. Пусть объяснят, чем они лучше Собянина. Такая странная штука. Сергей Собянин был мэром всего лишь два года, и теперь он побежал к Путину просить отставки, для того, чтобы Путин назначил его исполняющим обязанности Собянина до выборов, на которых мы вновь выберем Собянина. Возникает вопрос, ты мэром хочешь быть или какой-то дурью мается? Я, допустим, в подковерных кремлевских манипуляциях не разбираюсь. И тайные манипуляции, для чего это нужно было сделать, например, мини-известных, к сожалению. Собянин понимает, что он наворотил в городе очень много, и через полтора-два года все это поймут, что ничего хорошего его проекта для Москвы не несут. Расчет властей понятен. Лето, москвичи на дачах и в отпусках. Оппозиция загружена уголовными делами и судами. А под рукой в рио мэра всегда есть пресловутый административный ресурс и муниципальный фильтр. Я буду лучше собяль над тем, что я буду постоянно вести диалог с москвичами и спрашивать у них, где что строить, где что ломать, как развивать город. Бюджет Москвы в пять раз больше, чем бюджет Парижа. Москва уступает по бюджету только Нью-Йорку и Шанхаю. Я сделаю так, чтобы мы использовали те деньги, которые есть уже сейчас в огромном количестве, для того, чтобы действительно делать развивающийся, хороший город для нас, для всех, для наших семей, для наших детей. Я буду мэром, который пользуется общественным транспортом, ездит на работу на метро или на велосипеде, отменит все ненужные представительские расходы, откажется от армии охранников. Ну и дорогие костюмы, а также изысканные парикмахерские услуги мне тоже не понадобятся. Это еще один плюс. Ну, говорить это хуже и лучше, например, это люди сами увидят, например, да. Но мы подготовили много прогрессивных программ, например, которые сделают жизнь москвичей, радостные и счастливые. Я живу в Москве, моя семья живет в Москве, я отлично знаю проблемы Москвы, я много летами занимался в Комитете защиты москвичей и сейчас с ними занимаюсь. Я знаю, где в Москве хорошо, знаю, где плохо, и у меня есть рекомендации и идеи, как это все улучшить. Я Москвой занимаюсь много лет, практической работой, защитой интересов москвичей, их прав. Я знаю проблемы города изнутри. Я знаю, как поставить московскую власть на службу москвичам. Уже много лет я активно занимаюсь защитой нарушенных прав москвичей. Вместе с ними мы в 2007 году создали совет инициативных групп Москвы, а затем движение Московский совет. И, безусловно, я иду на эти выборы, чтобы еще раз напомнить общество о бузниках болотной. Мне позвонила ассоциация кардиохирургов города Москвы и объединение незамесимых профсоюзов. Они слезно просили меня выдвинуть свою кандидатуру. Теперь мы собираем деньги на выборы и, кстати, продаем котов, например, да, называется. Наша кошка родила 10 котят. Каждого кота мы хотим продать по 50 тысяч руб. И, соответственно, у нас наберется неплохая жирная сумма денег, которую мы сможем потратить на предстоящие выборы. сам Собянин для нашего опроса не нашел времени. Оно и понятно. Даже в день отставки, когда пожар в тоннеле парализовал самую старую ветку московского метро, и только, по счастью, задымление и давка окончились без жертв, он туда не поехал. Был занят в Кремле, и первые цитаты с его встречи с Путиным звучали даже дерзко. Путин, вы на выборы сами пойдете, Собянин? Да. Потом оказалось, вовсе не самостоятельность имелась в виду. Вы сами собираетесь баллотировать? Да, Владимир Владимирович. Желаю вам успехов. Спасибо, Владимир Владимирович. Собянину, конечно, стоит доверять. Он и не в таких ситуациях Путина подстраховывал. Вон, на Пасху в храме Христа Спасителя стоял с президентом вместо жены. Но на этой неделе мэр в отставке наконец-то вздохнул спокойно. Больше так стоять в сеночную не придется. Владимир и Людмила Путины называют друг друга по-старосветски, по имени-отчеству объявили, что жена, цитата, отстояла вахту. Так редко где-то появляетесь вместе и слухи ходят, что вы не живете вместе. Как это или не так? Это так. Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту 8 лет, уже 9 даже. 9 лет. Так что, в общем, это общее решение. Вам не простите, моя жена из Куна, вы слышите, это слово не прозвучало, я боюсь его произнести. Это развод? Можно сказать, цивилизованный развод. Спасибо вам большое. Все произошло совершенно случайно. Просто государственный телеканал вдруг признал, что о Путинах ходят слухи. Разговоры о скором разводе Путиных начались еще в 2008-м. И с тех пор такое признание могло случиться много раз. И не обязательно после балета. Владимир Путин сыграл решающую роль в проекте «Полет надежды», запущенном для спасения исчезающего вида журавлей. Президент прибыл на Ямал, где орнитологи учат стерхов из питомника самостоятельно совершать перелет на зимовку. И поднялся с ними в воздух на мото-дельтаплане. За его штурвалом человек кажется птицем-вожаком стаи. Воспользовавшись их доверием, Путин сообщил стерхам о том, что разводится с женой. Налет Людмилы Александровны составил 8, почти 9 лет. Так что, в общем, это общее решение, сказал Путин. Владимир Путин принял участие в многотысячном митинге у стен Кремля, посвященном его собственной победе на выборах. Избранный президент поблагодарил всех, кто поддержал его и даже пустил свезу. Наш кандидат победитель Владимир Владимирович Путин. После короткой но эмоциональной речи Путин спустился к сторонникам и неожиданно сообщил им, что прослезился от ветра, а не от того, что разводится с женой. Людмила Александровна отрубила на этом Уралвагонзаводе смену длиной 8 лет. Так что, в общем, это общее решение, сказал Путин. Владимир Путин вышел на ринг спорткомплекса Олимпийский после боя Федора Емельяненко и Джефа Монсона и сообщил зрителям поединка о том, что разводится с женой. Людмила Александровна простояла с парень его 7 лет, так что, в общем, это общее решение, сказал Путин. Собравшиеся активно поддержали его. Владимир Путин поднялся со дна Таманского залива с важными новостями и двумя греческими амфорами, датированными 6 веком нашей эры. Добыча. Амфора. По словам Путина, он обнаружил сосуды на глубине двух метров и разглядел на них древнее пророчество, велевшее ему развестись с женой. Людмила Александровна провела в глубоком погружении 8 лет, так что, в общем, это общее решение, сказал Путин. Владимир Путин посетил Уссурийский заповедник, чтобы своими глазами увидеть, как выполняется национальная программа по спасению здешних тигров от вымирания. Все последние годы они находятся на грани существования из-за аппетитов браконьеров. Встретив одного из тигров, попавшегося в ловушку ученых, Владимир Путин обездвижил его выстрелом из медицинского карабина, после чего отмерил, выяснил давление и пульс, а также поцеловал животное и сообщил ему на ухо, что разводится с женой. Людмила Александровна провела в этом заповеднике 8 лет, так что, в общем, это общее решение, сказал Путин. Судьбоносные для страны новости снова сопровождаются балетом, и звук из оркестровой ямы перекрывает все остальное. Это даже не про президентскую семью, а, например, про начавшийся в день объявления о разводе процесс по болотному делу. О нем прямо сейчас и поговорим. Что же касается развода Путина, то самое главное, что... Это Парфенов. Через год и месяц после болотного побоища начались слушания по одноименному делу. Сразу судят почти половину обвиняемых, 12 человек. Андрея Барабанова, Степана Зимина, Дениса Луцкевича, Ярослава Белоусова, Артема Савелова, Сергея Кривова, Александру Духанину, Алексея Полиховича, Владимира Акименкова, Николая Кавказского, Леонида Ковязина и Марию Баронову. Их так много, что все в зал районного замоскворецкого суда не помещаются и заседание перенесли в Мосгорсуд. Также судили нацболов за захват приемной администрации президента. Но даже нацболы, подготовленные политические бойцы ждали приговора меньше года. А болотное дело еще даже не рассматривается по существу, пока идут закрытые предварительные слушания. А самое интересное происходит у стен Мосгорсудата. Субтитры создавал DimaTorzok В большой евразийской державе при покойном президенте-реформаторе пресса стала самой свободной в истории страны. Но больше, чем за 10 лет нынешнего авторитарного правителя журналистику зачистили. Там оппозиция без лидеров, там протест начинался без политических лозунгов, но быстро дошел до «долой эту власть». Сама власть, похватившись, организовала показательный митинг своих сторонников, которых свозили на автобусах, а протестующих полиция жестко разогнала. Все это в Турции. И как белые ленты в Москве в декабре 2011-го на улицах Стамбула раздают наборы оппозиционера. Респиратор – это от слезоточивого газа. Очки для плавания – это от водометов. Маска Гая Фобса, чтобы полиция не опознала. Все вместе за 15 лир – 300 рублей. Закончится ли Таксим, Турецкая болотная площадь, турецким болотным делом? Выяснял Родион Чепель. К выходным мэрия Стамбула объявит в парке Гэзи рядом с площадью Таксим торговый центр строить не будут. Построят музей. Это не то, что хотели протестующие, но это уже ничего не значит. Протест в Стамбуле сливать никто не собирается. И на приутихшей было площади снова зажигаются фаеры. Снова бежит на толпу полиция, носятся скорые и разъедает глаза газ. Баррикады на поступках к парку из ограждений или вот таких автобусов, отклеенных обращениями к полиции и за неделю с начала протеста стали туристической достопримечательностью. За неделю митингов в парке Гэзи в самом центре Стамбула вырос целый палаточный город с указателями улиц, библиотекой, сценой для выступлений и спектаклей. Кто не хочет слушать лекции по истории политических переворотов в Турции, может заниматься йогой. Здесь много тех, кто пытается заработать на протесте, продают тот самый набор демонстранта, здесь же йогурты или готовят вездесущую кюфту, но в основном все происходит бесплатно. Тут написано, не нужно платить, берите бесплатно. Они просто делятся тем, что у них есть. Здесь и рабочие, и богема, но в основном городской средний класс, хорошо образованные, обеспеченные европейцы. преподаватель Стамбульского университета с Оксфордской ПХД по городскому планированию Эда, как и большинство, приходит в парк каждый день после работы. Сейчас 6 вечера, и толпа уже здесь такая, что просто не продолжится, невозможно пройти. Находясь внутри, трудно поверить, что все это началось с митинга против застройки парка в центре города. Люди не хотят, чтобы у них отбирали право решать, в каком городе они будут жить. Они хотят сами решать, как им жить. И требуют, чтобы полиция прекратила вмешиваться. Социальные медиа полны сфабрикованных новостей, беспочвенных обвинений против меня. Они клевещут на меня. Их за это вообще надо повесить на этих самых деревьях. Это не похоже на Occupy Wall Street, не похоже на египетский Тахрир с его бушующими нищими толпами, но очень похоже на Москву-2012, на Occupy Bay. Только здешние рассерженные горожане, в отличие от москвичей, усердно изучают прикладную химию. Это стена солидарности. Люди оставляют разные продукты. Здесь медикаменты, всевозможная еда. И вот уксус. Смачиваете им салфетку или ткань, и если начнут снова распылять слезоточивый газ, это помогает дышать. А это антоцит от боли в желудке. Смешиваете с водой и опрыскиваете лицо. Убирает азы. Эту демонстрацию, в отличие от московской, поддержали по всей стране. Вышло больше сотни тысяч людей. И за неделю больше четырех тысяч пострадавших и трое убитых. Полиция всегда приходит затемно, поэтому с наступлением ночи здесь все чаще начинают оглядываться. Кажется, опять полиция. А нет, это просто фильм снимает. Все началось с 30 людей, ну максимум сотни. Сначала это была мирная и пацифистская демонстрация. Мы просто хотели, чтобы власти отстали от парка. Это последняя зеленая зона в центре города. Это было в прошлую пятницу в 5 утра. Пришла полиция. Эти кадры видели все. Толпу разбивают водометами и закидывают газовыми гранатами. Несравнимо жестче российского ОМОНа. В 5 утра полиция начала забрасывать газовые гранаты. Стали поджигать палатки, в которых спали люди. Много наших товарищей даже не успели одеть обувь. Убегали прямо босиком. Сначала люди не хотели войны. Они просто находились в парке, и мирно проводили время. Потом главным было остановить действия полицейских. Люди решили выйти на улицы и не уходить. Менеджер отеля, не скрывая гордости, показывает, какой вид открывается из номера его гостиницы на Босфор. Но потом маска падает, и он признается, на самом деле радоваться нечему. Отель пуст. Другим фасадом он выходит на беспокойный парк. Гости боятся приезжать. За эту неделю все заказы отменены. Мы потеряли почти 200 тысяч долларов. Чтобы привлечь хоть кого-то, мы скинули цены в три раза. Если смотреть сверху, протестующих скрывает зелень листьев. Отсюда парк Гэзи кажется совсем маленьким сквером, а проект постройки торгового центра не таким уж концом света. Премьер-министр раздает огромные строительные контракты своим близким друзьям. Строительство сейчас мотор всей экономики. Так уже было в Испании пять-шесть лет назад, и это привело Испанию к глубокому кризису. Из кампуса Босфорского университета, цитадели местного креативного класса, где Ахмед преподает архитектуру, наоборот, очень удобно возмущаться произволом властей, потому что все видно. Вот там будут строить третий мост через Босфор, там самую большую в стране мечеть, чуть подаль, второй аэропорт, а рядом главный нацпроект. Второй Босфор. Он у Эрдогана вместо Сочи. И все это без каких-либо согласований с экспертами или населением. Ты пытаешься собрать подписи против одного плохого крупного проекта, а на следующий же день слышишь об открытии другого. Все это было безнадежно. Премьер-министр очень упрямый. Он как будто не слышит народ. Хочет делать то, что хочет. И это упрямство раздражает больше всего. Из-за этого будет только хуже. Лидер Турции, премьер Реджеп Таиб Эрдоган, у власти ровно 10 лет. И год от года становится все больше похожим на своего авторитарного северного коллегу. Правительство Эрдогана уже ввело запрет на продажу алкоголя после 22 часов, что ударило, конечно, больше по европейскому Стамбулу, чем по исламской континентальной части страны, где и так не пьют. Он считает, что знает, кто мы и думает, что мы должны делать то, что он скажет. Может, он и победил на выборах, но сейчас он ведет себя как маленький диктатор. 47% за него проголосовало на прошлых выборах. 47? 47! 47 процентов! И он думает, что владеет половиной страны, но на самом деле нет. Эрдогановские 47 процентов это крестьяне и рабочие, правоверные мусульмане, которые ходят в мечеть на намаз и блюдут шариатский кодекс чести. Этот Стамбул-вагон-завод живет и в районе Касым-Паша, совсем рядом с площадью такси. Касым-Паша в бедном рабочем квартале, родном районе премьер-министра, теперь есть роскошный стадион его имени. Для команды, которая в последние 10 лет вместе с правительством сделала феноменальные успехи и из третьей лиги перевралась в первую. Здесь Эрдогана называют королем рабочего класса и помнят еще юношей, когда он громче других читал религиозные стихи перед мечетью. Эрдоган прав в том, что он говорит про протестное движение в газепарке. Мой отец жил с ним на одной улице, и мы ему доверяем. Я люблю тебя, Таип, люблю тебя. Ситу на таксине, трэш. Таип, молодец. Таип номер один. Лучший. Такси, мы газепарк, фигня. Таип, молодец. Эрдоган, молодец. А те, кто в газепарке, проблема. В четверг из Дворца правосудия отпустили первых из задержанной сотни демонстрантов. Оказалось, тех, кого премьер-министр назвал мародерами и провокаторами, даже обвинить не в чем. Вместо суда протестующие идут домой. В России их ждали 15 суток, а кого-то обыски, аресты и месяцы в СИЗО. Меня зовут Турхан Фиданджи, мне 22, я студент химик. Полицейские стали бросать газовые шашки, мы бежали, ничего не было видно, и в итоге нас схватили. Нас продержали 36 часов, сказали, что мы протестовали незаконно. Одновременно началась кампания против социальных сетей. Людей обвиняют в том, что они распространяют лживую информацию. Арестованы 34 человека. Местное телевидение уже изучило анатомию протеста и рассказало зрителям о том, что он проплачен иностранными агентами. Демонстранты с криками НТВ лжет, разбили машину самой бессовестной телекомпании. Репортер Исмаил ничему не удивлен, ведь телеканалы давно знают правила игры. В прошлом году было арестовано 90 журналистов. В рейтинге арестованных журналистов Турция оказалась рядом с Эритреей. На меня заведено 15 дел. Друзья арестованы, многие другие арестованы. Меня, например, обвиняют в том, что в своих статьях распространял идея террористов. Но и страх очень простой, что одним утром появится на пороге полицейский, меня заберут и все. Самое громкое дело премьерства Эрдогана дело Эргеникона. По версии следствия, эта тайная организация военных планировала заговор против премьера. Дело пока не закрыто, но по нему в тюрьме уже около пяти сотен человек. И кажется всем ясно, что это даже уже не политика, а просто животный страх потерять власть. Протест идет на спад, это видно, и я думаю, все успокоятся через пару дней. В эту пятницу вечером полиция снова пришла. Несмотря на заявления властей о том, что трогать демонстрантов больше не будут, а полицейских, отдавших приказ использовать газ, будут судить. Как долго вы будете здесь? Без понятия, пока власти нас не услышат, не выполнят наши требования. Если власти будут действовать так же, люди будут продолжать сопротивляться. Если они не остановятся, мы не остановимся. Очень не вовремя для главы государства, у которого есть дела поважнее. Ему ведь только 60, кончается второй срок. Не надо менять конституцию и спокойно стариться в должности президента. Если вам нравится наша программа, вы можете помочь нам сделать ее еще лучше. Перечисляйте пожертвования в фонд поддержки свободных СМИ. Все способы на сайте главная.тв.ру. А дальше наше расследование и ревизия проектов Роснано без шуток про наноразмеры. За свою госкорпорацию Анатолий Чубайс ответит лично. И последний фильм Станислава Говорухина, над которым смеялись и в Госдуме, и на Кинотавре. Мы проведем эксперимент на живых зрителях. Это Парфенов, а реклама короткая. Это Парфенов. За 6 лет работы госкорпорации Роснано шутки про то, что нано это что-то очень маленькое перестали быть смешными, потому что нано это очень большое. Обычная светодиодная лампочка. Такие китайские стоят рублей 400, но это 999. Она произведена в Петербурге и в проект вложилась Роснано. За 2007-2012 годы расходы составили 196 миллиардов рублей. Расходы на оплату труда в расчете на одного человека увеличились с 65 тысяч рублей до 592 тысяч рублей или более чем в 9 раз. Наличие каких-либо документов, подтверждающих эффективность произведенных вложений не установлено. Это скандальный аудит счетной палаты. Ну что, опять во всем виноват Чубайс? Иван Голунов изучил несколько бизнесов Роснано. Менеджеры Роснано боятся этого человека не меньше аудиторов счетной палаты. В основном из-за специфического корпоративного лексикона основателя компании РСТ Инвент. Роснано дала нам деньги вот мы работаем. Дудников занимается производством RFID-меток. Это миниатюрные чипы, похожие на те, что пищат, если попробовать украсть товар из магазина. Но в отличие от них обладают памятью и могут сообщать информацию о себе. Самый простой пример обычный билет московского метрополитена, который помнит когда и на какой станции им пользовались и сколько поездок еще осталось. Мечта Дудникова оснастить умными метками все вокруг, включая женщин у барной стойки. Но начать пришлось с супермаркета. Дудникову удалось убедить Роснано создать совместный пилотный проект «Магазин будущего» с одним из крупнейших ритейлеров страны X5 Retail Group. В нем можно было получать чек, не тратя время на очереди в кассу и даже не вынимая товар из корзины. Одна из главных проблем в русском супермаркете это очереди. И вот пионеры этого магазина будущего X5 Retail Group они твердо верят в то, что если они победят очереди они будут ритейлером номер один. Им не надо выгнать продавца. Пусть продавцы будут, но главное чтобы человек обслуживался за 15 секунд. Но после нескольких месяцев работы магазин будущего закрылся. Стоимость одной RFID-метки 4 рубля и переплачивать только за обычный пакет молока или батон хлеба никто не хочет. Если цена товара превышает 100-200 рублей и есть какие-то проблемы связанные с логистикой то RFID их решает великолепно. Буханки хлеба пока рано. Благодаря поддержке Роснана удалось обклеить своими метками не йогурты а поезда РЖД чтобы не терялись. Несколько дорогих лекарств на подходе проект с почты России. Но пока оборудование работает с перерывами. Клей на конвейере засыхает и рождение нанотехнологий сопровождает характерный скрипт. Ну вот поехало Олег? Чтобы стартовать машину требуется время. Это знаете как принтер обычный струйный то есть там оно подзасыхает. Прозрачный забор зеленая лужайка цветы перед входом похоже не на завод а на офисе силиконовой долины. Именно оттуда в 2008 году в Россию вернулись трое учеников Жареса Алферова чтобы построить крупнейшее в стране производство светодиодных ламп. Ну вот это была волнами дедевской модернизации это был во многом романтизм выйти на консюмерский бизнес это было очень интересно и был достаточно большой романтизм связанный с тем что наконец-то Россия осознала что в какой-то момент нефть и газ могут упасть в цене. Это было с их стороны это значит нас нашли менеджеры Роснано и сказали ребята не хотите ли вы вот это все запустить в Россию. Позже к проекту подключилась группа Анексим Михаила Прохорова и инвестфонд Якутии которые вложили в проект 4,5 миллиарда рублей отечественное производство инновационные решения энергоэффективность дизайн от Артемия Лебедева и цена в 2,5 раза выше аналогов история с нерентабельными чипами повторилась стоило 925 но пока их брали в основном перед днем святого Валентина значит перед новым годом ну как подарок подарить лампочку любимому молодому человеку если он еще любит технику за 1000 рублей не жалко еще раз повторюсь сегодня уже 500 к концу года будет 400 и будет взрыв уже вот как бы мы ожидаем когда народ просто начнет их покупать но даже у конкурентов завода Светлана входящего в холдинг Ростехнологии лампочки получаются дешевле мы для себя очень часто мы слышим такие разговоры что ребята а чего мы можем вам тоже подешевле да попроще делать вашу продукцию и тогда вы будете в этом ценовом сегменте Китая но мы все-таки рассчитываем на то что мы всерьез и надолго на всякий случай Аптаган сделал дешевую модель с пластиковым цоколем и начинкой попроще но купить ее можно только в нескольких магазинах Санкт-Петербурга привить патриотизм крупным розничным сетям не получается если государство вкладывает такие деньги в заводы то значит соответственно оно должно понимать что оно должно защитить свои вложения определенным протекционизмом в спросе нету хай-тека без протекционизма ни в одной стране это тоже предприятие Роснано хотя больше похоже на хронику постапокалипсиса в начале 2000-х годов в городе Усолье-Сибирское шла корпоративная война за контроль над крупнейшим химзаводом в Восточной Сибири когда в 2005 году дым рассеялся новый владелец знакомый местного вице-губернатора Дмитрий Котенко понял что для восстановления предприятия нужна вау-идея и начал делать сырье не для лакокрасочной промышленности а для солнечной энергетики это было на тот момент модно все понимали что Европа начала солнечные батареи и все считали что и Россия пойдет таким же быстрым путем ну вот просто все на тот момент были воодушевлены воодушевлял опыт китайской сантех Пауэ в 2001 году компания начала с инвестиций в 6 миллионов долларов а в 2008 году стоила уже больше 6 миллиардов долларов сырье для производства солнечных батарей это поликремний который тогда производили всего 5 предприятий в мире а цена одного килограмма за 4 года выросла с 40 до 450 долларов была выработана концепция о необходимости строительства базового основного производства которое было и остается единственным в России и поэтому были заявлены действительно очень агрессивные сроки для того чтобы как раз за короткое время осуществить строительство основного производства и выйти из продукции на рынок деньги для завершения проекта Котенко планировал получить от приведения IPO на лондонской бирже которое было намечено на 2008 год но сорвалось из-за кризиса бизнесмен уговорил Роснано выдать кредит на 4,5 миллиарда рублей и еще 9 миллиардов вроде бы согласился вложить в Сбербанк но с перечислением денег медлили сложное импортное оборудование не налаживалось а рабочие требовали зарплату там каждый день вроде все стоит все должно работать а не работает когда эти люди когда падение цен когда надо платить зарплату причем уже по сути остановившемуся химпрому маховик каждый месяц люди вставляли карточки в банкомат и забирали 100 миллионов Котенко отказался от интервью но пояснил что Роснано утора года просто не перечисляла денег за несколько дней до их поступления его пригласили к Чубайсу где тот сообщил не донес ты проект Митол быстро обанкротили а Котенко отдал свои акции госкомпании он считает это рейдерством под прикрытием государства а Роснано наведением порядка на вверенном участке идти на открытый конфликт с Чубайсом Котенко не решился к 2012 году производство все-таки наладили но за это время успели появиться десятки заводов в Юго-Восточной Азии которые обвалили цену на полифрем за 2012 год с 80 долларов до 16 долларов за килограмм а в 2008 году она была достигала больше 200 долларов за килограмм сейчас каждый произведенный килограмм поликремния приносит заводу убыток в 60 долларов Роснано оказалось перед выбором кем тут быть государственным институтом или бизнесом нацеленным на прибыль добро победило деньги городообразующие предприятия решили не закрывать но поддерживать минимальный уровень производства аудиторы счетной палаты и депутаты Госдумы широкий жест не оценили то что существует некий имидж о Чубайсе как неком продвинутом менеджере очень высоком он конечно несостоятелен это человек который на мой взгляд занимается просто авантюр глупо содержать огромный завод миллиарды убытков делать из-за того чтобы кто-то получал 10 тысяч 20 тысяч рублей ну слушайте ну это маразм у некоторых проектов Роснано есть влиятельные совладельцы пасынок бывшего министра соцздравразвития Татьяны Голиковой Владимир Христенко строит вместе с Роснано завод по производству нано-вакцин от гриппа если биотехнологические инновации не заводятся производство обычных таблеток в соседнем корпусе окупит все эксперименты что такое вот наш комплекс это в принципе три завода в одном то есть у нас производство твердых форм производство биотехнологической продукции производство онкологических препаратов значит у них существует один энергоцентр который позволяет вот обеспечить сразу три площадки если бы мы строили только твердые формы вот это бы получилось что все равно нужно этот центр строить энергоцентр да а здесь вот очень удачно Роснано не нравится что их партнеры страхуются от возможных неудач но после провала в Уссолье-Сибирском решили не перечить сыну влиятельной семьи обошли вниманием этот проект и аудиторы счетной палаты зато заставили понервничать 80 тысяч пациентов ожидающих очереди на операцию в Новосибирском институте травматологии протезов керамических имеющих керамическую головку и керамический вкладыш в первую очередь их очень мало ставится в Российской Федерации потому что достаточно дорогостоящие конструкции и они не совсем удачно скажем так попадают в квоту но вот с отечественными конструкциями с отечественной керамикой это будет полностью соответствовать квоте потому что там цена значительно ниже становится чем импортной узнав что в Новосибирске планируется производство бронекерамики для военной техники его директор предложил освоить изготовление керамических эндопротезов броня для российской армии знаете да ХАМАЗ это новая техника в этом году первый раз это делали у нас в России это исторический момент протезы это одно из немногих производств Роснано когда продукция получается дешевле а не дороже рыночных аналогов уже прооперированы первые пациенты и от желающих нет отбоя но это копирование давно известной технологии а более инновационные проекты в России не приживаются от романтизма конечно уже ничего не осталось но уже появилась завод ну я имею ввиду внутренний завод пока Роснано вышла из трех проектов со средней доходностью 22-25% заработав на них около 400 миллионов рублей а под списание неудачных инвестиций подготовил почти 22 миллиарда рублей но Анатолий Чубайс и сейчас верит что в портфеле Роснано еще придаились русские Майкрософт и Гугл мы ведь все убеждены что ничего просто так не бывает и раз счетная палата заинтересовалась значит это же неспроста и вот сколько вы заинтересовались уже есть посадки ну конечно неспроста есть целых 93 штуки если я правильно помню коммунистов из Госдумы которые обратились в счетную палату они имеют на это полное право и счетная палата в соответствии с этим запросом просто обязана нас проверить и что тоже вот дойдет до этого вы чувствуете уровень ну такого давления преднамеренности заказа что ли к чему клонят если говорить честно то конечно среди тех кто организовывал всю эту историю были очень большие интересанты как сейчас говорят в том чтобы из этого сделать большой политический пиаровский проект он не получился а получилось вы будете смеяться нормальная реальная проверка которая в общем говоря и должна быть мы как никак пять лет отработали и совсем даже не вредно посмотреть на нас со стороны по результатам проверки есть то что действительно на самом деле является нашими недостатками ошибками а есть то с чем мы не согласны с счетной палатой чем мы возражаем ей но в целом я не вижу вот в итогах работы счетной палаты какого-то гигантского политического проекта этого не произошло вот смотрите прошла пятилетка я помню как Ковальчук да и вы говорили что ну вот сейчас все изменится просто там светлое надо будущее и сегодня этих вот потребительских товаров которые как айпад надо бы было вынимать из кармана всего-то навсего это лампочка аптаган она в Эльдораде аж 999 рублей уже 460 позавчера покупали я вам вне кадра продемонстрирую квиток а давайте в кадре найдем квиток давайте в кадре найдем квиток это разрешимо нет нет который я вам продемонстрирую я покажу вам хорошо мы потом будем сравнивать оба квитка да-да-да но это я достал из кармана согласитесь вот достали так вот лампочка аптаган и это уфимская омолаживающая салфетка вечная молодость с наночастицами за 1600 рублей это не маловато потреб товаров за 5 лет на Кутуловском проспекте вы наверное ездите но не знаете вы езжаете у меня не на том направлении дачи я же я же не про дачу я просто про передвижение по обыкновенному асфальту асфальт уложен нашей компанией которая изготавливает уникальные добавки нано добавки в материал просто вы не видите этого потому что наш продукт как правило это не для конечного потребителя вот насчет продукции для других промышленных производств в Уссолье-Сибирском топливо для солнечных батарей 9 миллиардов потраченных на это вы считаете это промах все-таки у нас 99 проектов самый проблемный из них это именно этот и вы прямо вот в него попали там правда не топливо а там производство материала из которого изготавливается солнечная панель но по сути вы правы так случилось что вся солнечная энергетика в мире за время нашей работы над проектом попала в колоссальный кризис уже говорилось много раз продукция этого предприятия поликремния стоила 4 года назад за 350-400 долларов сегодня она стоит 19 долларов и тем не менее я считаю что мы в состоянии вытянуть этот проект и у него будет реальный спрос и реальное будущее во всяком новом деле нужен вот такой эмблемный продукт вот одно что-то называешь и всем понятно о чем речь такой фейсбук гугл ну вот сказал и все понятно их 5 при том что понятно что погибнет 2, 3, 4 или все 5 что тоже вполне возможно вот мы сейчас буквально в эти дни в Новосибирске пускаем уникальную установку не существующую на земном шаре по производству углеродных нанотрубок углеродные нанотрубки это в некотором смысле символ нанотехнологии такой продукт который обладает совершенно феерическим набором свойств вы берете и добавляете 0,1% нанотрубок в алюминий и получаете материал по прочности выше чем титан плюс к этому сверхпрозрачность плюс к этому вес и целый ряд других свойств такой универсальный аддитив то есть добавочный материал добавка которую можно в самые разные материалы добавлять и радикально изменять их свойства это один из пяти проектов который может провалиться из него может ничего не получиться а может перевернуть земной шар вы представляете себе когда как и почему вы уйдете с поста главы Роснана и будет ли это концом вашей служебной карьеры ну вот у нас на столах сейчас лежит проект стратегии новой там есть одна ключевая цифра это цифра объема привлеченных частных денег со всего мира в Россию для того чтобы инвестировать в наноиндустрию цифра которая там заложена 150 миллиардов рублей пятерочка в долларах и это очень серьезный вызов и очень непростой мне очень хотелось бы чтобы мы с ним справились и закройте главу для себя или сочтете что ваша служебная карьера закончилась на пенсию на пенсию но уже хорош спасибо за этот разговор спасибо в Сочи начался фестиваль кинотавр на нем маститиши Станислав Говорухин разозлившись отменил третий для иностранцев показ своего нового вне конкурсного фильма Уикенд и пригрозил что раз его не понимают то он вообще снимать не будет первый показ был в Думском киноклубе и там смеялись второй на открытии кинотавра зрители опять смеялись причем оба раза на тех местах которые и написаны и сняты совершенно всерьез это вообще фильм в эстетике нуара по нашей просьбе тройка кинокритиков согласилась провести на себе эксперимент что действительно против воли автора смешно это был Парфенов увидимся через неделю мотор смотри не опоздаю на Тургеневскую охрана может вы объясните мне в чем тело Инка мой муж пропал уведите я не убивал жведов это я я я убил аудитера я аудитера Субтитры подогнал «Симон»